Донецк и Луганск Это самые важные и интересные новости Российские войска снова обстреляли следственный изолятор в Еленовке И сразу же обвинили ВСУ Как вернуть территорий и развалить Россию одним движением? Советы от президента и его офиса Что два ключевых сегодня населенных пункта, которые должны пасть После этого начнутся необратимые процессы И резкое ускорение финализации войны И необратимые процессы внутриполитических элит Российской Федерации Это падение Луганска и Донецка Евросоюз может прекратить финансирование для Венгрии Где накосячил Орбан? В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии Коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры По ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат Соблюдением верховенства закона Спасибо, что смотрите нас Обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить Ну а также не забывайте ставить лайк на видео Оставлять комментарии Все для того, чтобы мы знали ваше мнение Будьте активными, ведь так нас с вами становится больше Давайте делать доброе дело вместе Начнем Крым можно вернуть дипломатическим путем Президент Украины говорит, что это только его мысли Но мы можем предположить, к кому эти мысли адресованы И на начало какого процесса рассчитаны Так может статись, что Крым будет вернуться дипломатическим шляхом Так может статись И безумовно, безумовно Люди в Украине, а уже ж больше, поддержали дипломатический шлях решения этого вопроса Что за коло людей будут обговорювать это вопрос Действительно, сейчас партнеры и союзники Украины помогают укреплять ее дипломатические позиции В основном оружием Донецк и Луганск своим возвращением в Украину начнут развал России Ведь не только Крым нужно вернуть Еще несколько точек являются ключевыми в этой войне Что два ключевых сегодня населенных пункта, которые должны пасть И после этого начнутся необратимые процессы И резкое ускорение финализации войны И необратимые процессы внутри политических элит Российской Федерации Это падение Луганска и Донецка Вот эти два города, они являются символами того Что Россия долгое время миру внушала Что наличие анклавов позволит России Очень быстро захватывать суверенное государство Независимо от их размеров и независимо от их военных возможностей Сейчас мы повернули это все в обратную сторону Что касается, что будет говорить господин Путин Да ничего Российские каналы публикуют видео стрельбы на улицах Херсона Конечно, это украинская ДРГ, которая ловили всем Херсоном Назвали контртеррористической операцией и, конечно же, поймали Это не первый бой с вымышленными ДРГ, которые по неустановленным мотивам пытаются что-то сделать в Херсоне А бравые оккупанты их там ловят Ждем официальных комментариев генштаба здорового человека А телефонные разговоры оккупантов со своими домашними продолжают удивлять Но уже не сами оккупанты удивляют А их спутницы или спутники, родители и те, кому они там звонят В смысле? А где ошибки субитых тел? Пока они это и есть Там субитых? Да Б***ь, Лиза! У нас будут ошибки субитых тел Еще там есть пара фамилий И пара фамилий! Ура! Я себе к нам еб***ь на ките на чашки Где мои берцы субитого тела? Ну, берец субитого тела пока нету Ищи! Где, какая, кого-нибудь китель в б***ь? Да, они в принципе есть Ну, хохляткий китель Ладно, разберемся Илюша, я хочу китель и хохлятки не устроить Это мы ролевые игры Я думаю, как бы сейчас просто с этой х***ю А вот все остальное Илюша, без кителя ты не можешь скидаться В этом случае игра в слова становится самой ролевой и самой сложной игрой Интересно, что русский язык в Украину пошли защищать те, кто и сам его выучить не может Россияне снова обстреляли Еленовское СИЗО В результате погиб один военнопленный и четверо ранены Об этом пишут российские информагентства и сайты боевиков Информацию уточняем Все детали вы сможете узнать из следующих выпусков Ну и, конечно, оперативно и быстрее всех в нашем телеграм-канале Нехта Лайв Подписывайтесь обязательно Партизанские отряды на оккупированной территории не сидят без дела То табличек наклеят, то распишут стену, то убьют кого-то К примеру, взрывают железнодорожные пути, чтобы оккупанты не могли перевозить технику и припасы Железная дорога все еще остается главным путем снабжения для российской армии Направление Мелитополь-Крым, скорее всего, перебито в районе станции Низяны Те же мелитопольские партизаны изготовили таблички для каждого из оккупантов с неточными датами смерти Указан только 2022 год И разместили их на кладбище, чтобы всем было видно и, главное, понятно Экс-министр Румынии призвал поделить Украину между другими государствами Бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марго сказал, что Румыния должна держаться дальше от войны И вот еще что сказал Я утверждаю это со всей ответственностью Украина в неестественных границах Она должна отдать свои территории, Закарпатье, Венгрии, Галицию, Польшу, Буковину, Румынии, Адонбасс и Крым, России Это все территории других государств, не Украины На самом деле Марго возглавлял Министерство иностранных дел Румынии только три месяца А после его ухода стало известно, что он с 1977 года сотрудничал с репрессивной службой секуритады И доносил об активностях, связанных с иностранцами То есть у России хватило денег только на такого персонажа Все это сигналы к одному и тому же Все обращения в суды, призывы создавать трибунал по военным преступлениям Которые звучали от представителей Чехии, что председательствует сейчас в Совете Евросоюза Обращения внутренние, от муниципальных депутатов, от многих регионов России С просьбой Путина сложить свои полномочия Все это должно помочь режиму совершить единственное верное – развалиться На мой взгляд, вот это очень важное заявление, которое требует поддержки и, как говорится, доведения до ума Потому что разделение путинской элиты на военных преступников И тех, кто ими еще не стал, но может стать, это чрезвычайно важно В отношении военных преступников сейчас нужно объявить меры розыска Закрыть все визовые и прочие, так сказать, возможности для них, для членов их семьи Для их окружения, поскольку это будет расследование и розыск И тогда вот мы увидим еще большее нарастание, расколы элиты, нарастание антипутинских настроений Люди будут понимать, я имею в виду, люди в первую очередь в эстеблишменте Что активная поддержка Путина, его, так сказать, этих планов кровавых и прочего Ведет на тюремную скамью международного трибуната Землетрясение в Тайване – одно из самых сильных за последнее время Серия толчков с эпицентром в районе Юйцзин с магнитудой в 7,2 балла Сообщают о том, что некоторые здания разрушены О жертвах на момент записи этого видео не говорят Евросоюз может заморозить почти все выплаты для Венгрии Речь идет о 65% выплат по трем основным программам Из фонда сбалансированного развития ЕС Которые могут забрать у Будапешта В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии Коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета В рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона Ранее представители Европарламента согласились с тем, что в Венгрии не демократия А так называемый гибридный режим электоральной автократии И поддержали выводы доклада по исследованию угроз ценностям Евросоюза со стороны Венгрии Итак, или одним другом Путина в ЕС станет меньше Или Венгрия таки попытается вернуться на путь права Ну или популистские программы нечем будет подкреплять Подтолкнет это премьер-министра Виктора Орвана к здравым решениям Или выволочит на путь, выложенный российскими деньгами, скоро увидим Село Каменка в окрестностях Изюма стало той красной линией, которую россияне не смогли одолеть в марте 2022 года Как они собирались? Быстро окружить всю группу украинских войск и уверенно выдвинуться на славянский Краматорск Сегодня село освобождено, но остается одной из самых героических точек этой войны Село Кам'янка, вы видите прямо на трассе, которая объединяет Изюм и Славянск Очень близко к Изюму Это место, наверное, из самых запеклых боев в марте 2022 года Тут держал героическую оборону 1-й десантно-штурмовый батальеон 95-й окремой десантно-штурмовой бригады И тут было снищено три батальонно-тактичных группы противника Село полностью зруйновано, жодного вцелилого будинку не залишилось Но знаете, я верю, что все будет отновлено, оно отродится Тут запануем верное життя И в центре этого села обязательно появится памятник Памятник На эту минуту у меня все Спасибо, что вы с нами и поддерживаете ресурсы нехта Лайки, репосты и комментарии – это очень важно И они помогают расширять нашу аудиторию Кроме того, что нас с вами становится больше Это еще и означает, что больше людей узнают правду До новых встреч и хороших вам новостей Редактор субтитров А.Семкин